Нужно отметить, что и у московских бизнесменов также есть свои трудности о проблемах столичных предпринимателей и возможных путях их решения в нашем формате. Здравствуйте, штаб слушает Татьяна. Ответят, помогут, если нужно, пригласят на личную встречу. Такой формат решения проблем испробовали в московском штабе по защите бизнеса. В неделю около 30 обращений, за три года более 1500 звонков и писем от предпринимателей. Вопросы самые разные, от нарушения процедуры проверок до прямых конфликтов с местной властью. Бывают случаи, когда действительно сложные коллизии правовые. И нам даже самим бывает очень тяжело разобраться в том, как верно поступить в этой ситуации. Бывают очень старые документы в 60-х годах, в 80-х по регистрации прав. Это тоже проблема. Поэтому здесь мы работаем много сложных случаев, где неправо и органы власти, где неправо и предприниматели одновременно. В топе обращений и продления договоров аренды, нестационарные торговые объекты, торговля и реклама, например, заявки на проведение ярмарок и незаконный демонтаж стендов, налоги и регистрация бизнеса. Встречаются среди обращений жалобы на рейдерский захват и отзыв банковской лицензии. Штаб фактически занимается проектным управлением на региональном уровне. Поэтому если мы говорим о продолжении национальной предпринимательской инициативы, о том, что бизнес просит, требует реализовывать мероприятия для того, чтобы улучшить инвестиционный климат, то самая лучшая форма для реализации – это штаб по защите бизнеса. Главная цель – решить вопрос в досудебном порядке. Как, например, это получилось у Сергея, владельца предприятий быстрого питания. После аукционов на установку торговых объектов его партнеры долгое время не могли получить доступ к электроэнергии. Каждый предприниматель знал, как за три дня подключиться неофициально, но это риски. К вам придут, проверят безумные штрафы, но ничего на уровне низовым не делалось. Выезжали на места, работали на уровне исполнителей. Если это исполнитель в управе, то ему доводилось, что либо вы сами сделаете, либо скажите, что мешаете, либо уходите с этой работы. Когда люди поняли, что это действительно грозит потери работы, они начали доводить реальную информацию о состоянии дел. Одно обращение – индивидуальная проблема, несколько сигнал о системном сбое. В 2013 году московские рестораторы пожаловались на доступ к безопроводу. Как итог изменения в постановлении правительства и сокращения сроков подключения с 320 до 100 с небольшим дней. Аналогичные трудности возникают и у регионального бизнеса. На очереди создание подобных центров по всей стране.